Получив задание, команды не спешат. Ребята наивно полагают, что быстро справятся с заданиями. Также в начале длинного пути создания квеста думали и выпускники батарейной школы. Это викторина, своеобразный экзамен. На самом деле я думала, что все будет очень легко и просто, но как оказалось, это очень трудоемкий процесс, который занимает очень много времени и нужно проработать все до малейших деталей. То есть было очень интересно, я узнала много нового, но теперь я думаю, что при разработке квеста я уже буду полностью готова. Полное погружение в историю. Две легенды. Сначала ребята отправляются в 1942 год, последние дни обороны Севастополя. Город захвачен врагом. Последний оплот обороны – 35-я береговая батарея. Пытаясь спастись, участники квеста проходят задания. От полосы препятствий и метания гранаты до оказания первой медицинской помощи и исторического блица. Рядом с 35-й батареей в 41-м году стояла флава батареи номер 3 под командованием старшего лейтенанта Машенского. Как она называлась? Не тронь меня. В 30-й батареи китлеровцами были применены грандиозные орудия. Что это были за орудия? Дора и Карл. Кто принимал парад Победы 9 мая 45-го? Жуков. Мы все дружно, активно работали, создавали, придумывали задания, чтобы они были связаны с историей, с патриотическим воспитанием, конечно же, чтобы ребятам было интересно и в то же время не очень сложно, чтобы могли принимать участие все, любого возраста дети и учащиеся нашего техникума. Чем дальше команды заходят, тем больше тратится сил. Время поджимает, а точки к точке приходится передвигаться уже бегом. Даже девиз ребята кричат из последних сил, но все так же бодро и задорно. Мы молодежь 21-го века всегда и везде мы добьемся успеха. Вторая часть квеста – послевоенная. Севастополь освобожден, при обыске батареи обнаружен дневник немецкого генерала. Он оставил здесь сундук с золотом, который ребятам также предстоит отыскать. Создатели квеста надеются, что он станет традиционным. Сами ребята учатся в Севастопольском торгово-экономическом техникуме по специальности туризм. Для них это отличная практика с патриотическим уклоном и место выбрано особенное. Мне кажется, вот именно у нас Севастополь город-герой. И именно у нас в Севастополе молодежь вся патриотическая такая. И, конечно же, нужно каждый раз это воспитывать, вспоминать. То есть это очень важно. Тут особая энергетика, очень сильные эмоции, особенно когда посещаешь пантеон. То есть я думаю, что неравнодушным не останется никто. Участников патриотической игры «Вектор мужества» ждет множество призов и подарков. На поле битвы их соперничество не закончится. Далее борьба перейдет в социальные сети за приз зрительских симпатий. Еще несколько ценных наград создатели конкурса «Сохраняя интригу» держат в строжайшем секрете. Михаил Журавский, Андрей Вовк, Севинформбюро. Продолжение следует...